доброе утро сегодня мне нужно приготовить хреновину наступила очередь приготовить хреновину для этого я вот приготовила помидоры и их вымола мясорубку сейчас я для начала перекручу 10 литров помидор вот так продвигается мой процесс перекручиваю помидоры помидоры очень сладкие красные спелые хреновина будет просто изумительной вот так буду я замерять свои литры так как мне надо 10 литров может быть не совсем удобно это у меня мерная кружка мне написано на скольки жидкость может быть кружку выкрутить буду так я уже привыкла продолжаем готовить нашу хреновину я перекрутила помидоры и получилось у меня не 10 литров а 13 так как я их много намыла начистила жалко было не перекрутить остальные здесь килограмм 100 грамм и перекрутила перца сейчас я его сладкий сладкий у меня зеленый потому что я просто поставила на другое дело тоже 400 грамм чеснока перекручиваем на мясорубке и 650 грамм хрена хрена я не пожалела и и еще пять штучек горьких перчиночек перекручено здесь тоже почему это у меня все в контейнерах оказалось у меня сегодня произошло следующее сломалась моя мясорубка подвела на меня только купили запчасти она снова сломалась побежала я к палочки вручалочки к маме поехала вот перекрутила все привезла сейчас я это все размешаю какой запах обалденный помидоры сладкие пресладки не знаю как я их насолю их солишь и насолить невозможно потому что они такие сладкие все время хочется еще посолить таки это все промешиваю еще промешаю вот я здесь растолкла 15 таблеток аспирина я сейчас это все засыплю сюда так что теперь будем делать теперь мы будем насыпать соль соли я насыплю таких вот с горкой ложек пожалуйста сначала я насыплю 3 попробую что из этого получится и наверняка ложку сахара ты же говоришь сладкий помидор сладкий но сахар то нужен может и не сыпать а может и сыпать нет лучше насыпать оператор вмешался в мое видео это хреновина у меня будет храниться пока в холодильнике потому что у нас сейчас погребе и еще пока и плюс 2 когда там опустится температура до плюс 2 плюс 4 тогда можно будет туда вынести пока у нас там больше поэтому будем хранить в холодильнике сейчас она простоит у меня ночь там у меня растворится соль разойдет разойдутся таблетки все мои вкусы перемешаются и будет у нас обалденная хреновина за уши не оттащишь будем есть это и с пельменями и с супом и совсем так и хочется зачерпнуть поварешку чтобы проглотить ну да чего вкусно пахнет так ну попробовать то надо сейчас я положу сюда скажу что мне хочется пробовать снова и снова и выдыхать чего же будет вкусно ну полагаю что мне придется еще посыпать соли посмотрим по вкусу сыпем соль по вкусу продолжаем съемку о нашей хреновине так получилось что я ее уже разлила в банке банки я простерилизовала крышки обдала горячей водой еще и самое главное хочу сказать я добавляла в эту хреновину еще восемь с горкой ложек соли потому как она была абсолютно не соленой ну вот сейчас я попробовала вроде бы все нормально мне понравилось хреновину разлила ну что будем зимой ее кушать мне показалось даже она очень вкусно готовьте хреновину по моему рецепту а может что-то свое напишите там в комментариях как вы готовите хреновину ну всем пока всего хорошего спасибо спасибо Продолжение следует...